Порой нас окружает множество факторов стресса. Окружает, окружало и будет окружать. Таков мир и таково устройство нашей психики, нашего выживания. Поэтому важно понять, как противостоять, как бороться и как подружиться со стрессом. Что такое стресс? Стресс существует для того, чтобы защищать нас. По своей сути, это ответная реакция организма на перенапряжение, негативные эмоции или факторы. Стрессовое состояние – это состояние мобилизации всех ресурсов организма, что должно побудить нас избавиться от опасности их факторов, которых сейчас огромное множество. Однако, не все проблемы под нашим контролем, а наши ресурсы имеют свойство заканчиваться. Но прежде чем мы подробно поговорим о стрессе, напомню, что сейчас именно вы способствуете развитию и существованию канала. Ведь нужна ваша поддержка. По ссылкам в описании вы сможете найти ссылки на Бусти и Патреон для ежемесячной подписки. Ссылки на донат, закрытый телеграм-канал и также донаты через все криптовалюты. Сейчас все зависит от вас. Как вам известно из моего видео про дофаминовую зависимость, стресс – это реакция, которая происходит от действия гормона стресса – кортизол. Кортизол, что вырабатывается над почечниками, защищает нас от негативного влияния стресса. Вы помните, кортизол – это первый гормон предупреждения. Предупреждение того, что что-то мешает или потенциально может помешать нашему выживанию. Мозг видит угрозу и вырабатывает кортизол. А чтобы вы точно устранили проблему, появляется стресс, как механизм управления вами. Когда стрессовых факторов много, кортизол повышается, надпочечники начинают больше работать. И надпочечники работают до последнего, истощая себя и организм. Кортизол, стресс – это как индикатор о неисправности. Если на них вовремя обратить внимание и устранить проблему, то все обойдется. А если этот индикатор будет гореть слишком долго, а проблема не будет исправляться, то последствия будут неизбежны. Современный человек в каком-то смысле привык к стрессу и привык относиться к нему как к чему-то обыденному. Мы каждый день окружаем себя стрессом, сами того не замечая. Когда читаем новости, например. Только стресс от разных новостей всегда разный. Стресс делится на множество подкатегорий. Так как кортизол – это грамот стресса, который также ответственен за бодрость и утреннее пробуждение, то закаливание или холодный душ – это краткосрочный положительный стресс. Вы помните. Также он бывает отрицательный, долгосрочный, физиологический и психологический. Внешние источники стресса – это какие-либо внешние факторы. Смена работы, информационный шум, ситуация в мире или экономике. Внутреннее – это самооценка, изменение жизненных ценностей, убеждений, мысли. Назовем диалог, ну или же конфликт с самим собой. Краткосрочный стресс обычно не приносит вреда, а долгосрочный – приносит. Постоянно активированный механизм стресса – это нарушение баланса в организме. Исследования показывают, что хронический стресс ухудшает здоровье и препятствует всему. От обычной дневной рутины, успеха в нашей деятельности, до ощущения из жизни. Стресс как таковой нацелен на решение проблемы. Это инструмент организма показать вам, что что-то ему не нравится и нужно что-то менять. Для мозга нет разницы. Проблемы исходят из новостной ленты или из вашей соседней комнаты. Мозг ошибочно полагает, что вы можете повлиять на все источники стресса. Поэтому для всего нужен свой индивидуальный подход. Конечно, можно стать политиком и исправить все проблемы в мире. А можно работать по другой тактике. Стресс был и будет. Мы не можем запретить себе его чувствовать и ощущать. К сожалению или к счастью. С ним нужно уметь бороться. Нужно учиться его правильно ощущать. Вы либо умеете на него реагировать, либо он разрушает ваш организм изнутри. Иначе, последствий множество. Важно понимать, откуда источник стресса. Если стресс из-за ситуации в мире и проблем с переводами средств, то на помощь приходит обменник BestChange. Это бесплатный сервис, помогающий находить обмены и пункты с наиболее выгодными обменами курсами. Самый крупный и известный. Он работает уже более 14 лет. Старше, чем некоторые зрители на ютубе. В их базу включены надежные и безопасные обмены и пункты. Так что, если вам нужно перевести средства в другие страны или пополнить, например, свои криптокошельки, BestChange поможет по любому вопросу. Сам пользуюсь и рекомендую. А ссылка в описании. Постоянный стресс – это основная причина большинства болезней. Ведь не просто так говорят, что все идет из головы. Из-за стресса весь организм активизируется, включается принцип «бей или беги». Что должен спасти нас по мощному выживанию. Слишком продолжительный стресс, или тот стресс, на который мы не можем повлиять, истощает наш организм. Как минимум, синдром усталых надпочечников. Это термин, что относительно недавно появился в медицине. Когда вы делаете упражнение без перерыва, вы истощаетесь. И под конец у вас не остается сил вообще ни для чего. Так же и тут. Надпочечники, что выделяют кортизол, не могут работать в бешеном темпе постоянно. Они тратят ресурсы организма, а в стрессовом состоянии на их восстановление необходимо в десятки раз больше времени. Воздействие постоянного стресса может привести к тому, что надпочечники перестанут справляться со своими функциями. Начнут перенапрягаться и травмироваться. Могут вырабатывать большее или меньшее количество необходимых гормонов. Провоцирует депрессию, психологические заболевания, перепады настроения и многое другое. Чувство постоянной усталости, рассеянность, тяга к вредной сладкой и соленой пище, безразличие, проблемы со сном, мышечная слабость. Это самые выраженные признаки такого синдрома. При плохой работе надпочечников под удар попадают и другие органы. Сердце работает на предельных нагрузках, может воспалиться поджелудочная железа, нервная система страдает, иммунная система забоит. И вы чаще болеете, повышается риск сердечных заболеваний. В общем, сплошная страшилка. Понятно одно, продолжительный стресс ни к чему хорошему никогда не приведет. Вы так или иначе будете истощаться, а восстанавливаться придется очень долго. На тот случай у психики, чтобы как-то компенсировать влияние стресса на нас, есть свои защитные приемы. Не всегда положить. Это и отрицание, регрессия, замещение, дереализация. Дереализация, например, периодическое ощущение нереальности происходящего. Словно все вымысел, обман и иллюзия. Думаю, много кому из вас такое знакомо. Так психика хочет снизить урон от сильного стресса. Обычно это распространенные явления, но краткосрочно. Но что бы это ни привело к худшему и своим последствиям, стоит обзавестись своими защитными приемами. Основным пунктом будет нормализация питания и режима сна. Это самое ключевое. Исключить вредную жирную пищу, фастфуд, питаться правильно, есть фрукты и овощи для получения натуральных витаминов и клетчатки, следуя своему индивидуальному плану питания, исходя из того, что необходимо вашему организму. И иметь устойчивый, стабильный график сна. По стандарту ложитесь до полуночи и старайтесь спать около 8 часов. Все это напрямую влияет на ваше состояние. Также к этому можно и нужно отнести дыхательные упражнения и медитации, особенно в самые тревожные моменты. Думаю, скоро поговорим об этом подробнее. Введите свой дневник, будь то письменный или в приложениях, даже заметки сойдут. От лишнего раздражения глаз и нервной системы советую письменный, либо включайте фильтр желтого на экране своего устройства. Выписывайте свои чувства и переживания. Введите дневник эмоций. Пишите, что произошло за весь день, что вас беспокоило или беспокоит. Также хвалите самого себя за проделанные дела. Это научит вас осознанность, поможет лучше понимать себя. Анализировать свои действия и поступки, эмоции. Анализировать собственные ловушки мышления, проблемы. Особенно возвращаясь к записям через время. Это бывает очень полезно. Например, какой фактор на вас влияет из раза в раз, что вы испытываете, и на анализе этого избавиться от этого факта. Старайтесь сделать это каждый день. Прочитали новость и вас кто-то обидел, запишите все, что вы чувствуете, выговорите. Это снижает напряжение, помогает успокоиться и расслабиться. Ведь вы не будете держать все эмоции внутри себя. А также поможет взглянуть на все со стороны. Помочь со стрессом и в принципе в жизни помогает принцип наблюдения. Я его сам так и прозвал, но возможно в психологии и такой термин есть. Что я имею в виду? Имейте две точки, так скажем, зрения. Когда вы чувствуете какие-то эмоции, переживания, что-то из этого становится источником ваших необдуманных действий, это ваша субъективная, личная точка зрения. Это ваши ощущения, ваши... ваши глаза. В такие моменты старайтесь смотреть на это со стороны, анализируйте. Старайтесь наблюдать за собой вне своих ощущений. Представим, что мы в игре от первого лица. Когда вы что-то переживаете, делаете, чувствуете, это вид от первого лица. Но вместе с этим крайне полезно иметь вид от третьего лица. В первом случае вы объект ощущений. Во втором случае вы объект своих собственных наблюдений. Первый бездумно ощущает, второй спрашивает. Почему он это ощущает? Из-за чего? Зачем? Для чего? Задает вопросы, анализирует. Этими двумя объектами и должны быть вы. В моменты стресса или переживаний, на момент остановите бездумную рефлексию и задавайте себе вопросы. Почему я это испытываю? Какие причины? Для чего эти чувства? Чему меня это может научить? Такой метод позволяет посмотреть на все, как на сюжетную линию. Вот источник стресса, а вот вы испытывающие стресс. Задав себе множество вопросов, проанализировав свои ощущения, можно найти тот источник стресса и избавиться от него. Например, вас беспокоит невыполненная работа. Путем анализа и вопросов поняли, что вас беспокоит финансовое положение, значит, необходимо выполнить работу и источник стресса будет устранен. А в дальнейшем вы будете понимать, что такое может случаться, и это научит вас искать больше возможностей для заработка. А если источник стресса не в вашей юрисдикции, вы не можете его ни сдвинуть, ни поменять, ни убрать, например, новости, то тут также множество вариантов. Первый, снизьте свое субъективное отношение к этому. Примите тот факт, что вы не можете повлиять на все вокруг. Второе, поймите, чему это может вас научить или что может дать. Какие возможности? Смотреть на все с более положительной точки зрения, даже если ситуация паршивая. Вы пережили расставание, чему это способствует? Вы станете более взрослой и сильной личностью, более осознанно будете подходить к своим предпочтениям и к тому, что нравится. Относиться к чему-то или кому-то как к этапу, уроку, возможности. Грубо говоря, позитивное и рациональное мышление. Фраза «если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней» относится к этому. Старайтесь стресс рассматривать как союзник. Выслушайте его, а затем спокойно примите меры, чтобы свести его на ней. Все ощущения и эмоции в нашей голове. Как только мы реагируем на фактор стресса, мы проходим через несколько этапов. В первую очередь мы сталкиваемся с эмоцией. Есть возможность комплексного подхода к стрессу. Мы можем отвлечься, например, пойти почитать книгу или сделать дела по дому. Мы можем убрать сам источник стресса, перестать читать новости. Но зачастую это помогает лишь временно. Поэтому я большой акцент делаю именно на нашем сознании. Стресс, он тут. Значит и работать нужно с этим. Умение это контролировать и осознание себя как биологическая хаотичная машина, для которой важно лишь выживание, поможет спокойнее относиться ко всему. Стресс, злость, грусть. Не обязательно тащить их за собой. Любое чувство можно прожить. Избавиться от него за считанные минуты. Также правильно задавая себе вопросы. Почему я переживаю? Почему для меня это важно? Меня беспокоит сама ситуация или то, что это может испортить мою жизнь? Что будет и что предпринять, если такое случится? Что в жизни необходимо улучшить, справить и так далее? О чем я уже говорил. Думаю, из детства вы прекрасно помните, что вдыхаете вы кислород с азотом, а выдыхаете меньшее количество кислорода, но большее количество углекислого газа. Скажем, переработанный кислород. В нашей голове устроено все схожим образом. Мы должны как бы вдохнуть наше ощущение. Переработать его путем анализа, позитивного мышления. Понять пользу этого чувства. Вред, источник, последствия. И выдохнуть его. Избавиться от этого чувства. Поэтому личные дневники, медитация этому помогают. Если же вы просто вдохнете и будете удерживать это в себе, например, не будете бороться со стрессом или менять к нему отношения, вы словно задерживаете дыхание. Какое-то время все будет нормально, но через время вы попросту задохнетесь. Стресс работает похожим образом. Он медленно нас убивает. Ментально и физически. Поэтому важно учить себя позитивному мышлению. Учить себя анализировать любое чувство, что вы испытываете. Смотреть на себя со стороны, от третьего лица. Наблюдать за собой, словно вы персонаж из игры. Делайте это самостоятельно. Видите дневники, контролируйте свои эмоции и настроения. Но если не получается, то настоятельно следует обратиться к психологу. Нормализуйте режим сна, питания. Привносите в жизнь больше активности и спорта и устраняйте источника стресса. Либо меняйте к ним свое отношение. Ну или используйте их себе во благо. Превращайте их из стресса в урок или возможность. Возможность стать лучше. Помните, все это в голове. Подписывайтесь на канал, сжимайте на колокольчик. Спасибо всем спонсорам с Бусти и Патреона. Берегите себя и заботитесь о своем ментальном здоровье. Всего хорошего.